Президент помог создать инфляцию, президент Байден, высокие цены на энергоносители и удушающие процентные ставки. Рабочие места? Задается вопрос. Да, к сожалению, их создано не так много. На самом деле. Неудивительно, что Байденомика не набирает популярности среди избирателей. Это вызывает возмущение в СМИ, но не так много. Однако следует помнить одну вещь. Байденомика на самом деле не какой-то предмет. В отличие, скажем, от рейгономики, которая способствовала крупнейшему расширению среднего класса в мировой истории, президент не придерживается какого-либо последовательного или осязаемого набора экономических теорий и принципов, в отличие от Рейгана. Белый дом определяет свою экономическую политику как основанную на признании того, что лучший способ роста экономики – это движение от середины к низу, то есть охлаждение. Байденомика, что является просто банальной терабарщиной, то есть утверждение того, что экономика перегрета. Байденомика нас включает в себя все, что удобно для демократов. И в этот момент им удобно приписывать себе заслуги просто за то, что они позволили людям вернуться на работу. Байден однажды заявивший, что план демократов сделает лучше, чем было когда бы то ни было. И это стоит 3,5 триллиона долларов. Но народу это не будет стоить ничего. Он говорит, что народу это будет стоить всего лишь 0 долларов. Что надо быть не совсем математическим гением, чтобы понимать, что это ложь и это неправда. Но когда он говорит, что такие вещи, как что 13,4 миллиона рабочих мест было добавлено в нашу экономику во время его президентства, и это больше, чем во время любого другого президентства за полный четырехлетний стол, то говорится, что это ложь на самом деле, такие утверждения. Представление о том, что президенты якобы создают рабочие места, но само по себе является фантазией. Однако в данном случае Байден поддержал усилия по закрытию частного бизнеса. Во время пандемии фактически закрыт всю экономику Соединенных Штатов. Не только во время баллотирования на пост президента, но и после победы на выбор. Когда Флорида и другие штаты попытались ослабить некоторые ограничения, Байден сказал им уйти с дороги, чтобы люди могли поступить. Правильно, якобы в кавычках. Давление, оказываемое на штаты, стороны федералов, было настолько сильным, что ущерб был очень огромным. И все это говорит о том, что президент и его союзники, то есть президент Байден, имеется в виду, и его союзники, гораздо больше занимались уничтожением рабочих мест, чем их созданием. Нам не нужно переоценивать здесь эффективность политики в отношении ковида. Но примерно 10 миллионов рабочих мест, которыми сейчас хвастается Байден, это просто люди, которые возвращаются на работу после введенных государственных ограничений. Опять же, если бы Байденомика означала абсолютно ничего не делать, это было бы величайшим политическим достижением Байдена. Но это означало бы позволить кризису пройти даром. Но Байден не хочет, чтобы кризис проходил даром. Вместо этого Байденомика действительно бы могла создать самый большой четверхлетний всплеск инфляции при любом президенте за последние 40 лет. К тому времени, когда был принят американский план спасения, огромное количество денег гонялось за слишком малым количеством товаров в Соединенных Штатах. Тысячи людей предупреждали о последствиях вливания большого количества денег в экономику. Даже когда инфляция начала медленно расти, Байден отмахнулся от этого. И ни один серьезный экономист, в кавычках, не предполагает, что в подходе неконтролируемая инфляция тогда сказал. То есть никакой. Помните, это было сначала как transitional. Потом это вернулось, потом это действительно стало реальностью. Демократы, конечно же, хотели протолкнуть законопроект о расходах на прогрессивную повестку дня на 5 триллионов долларов. Поэтому, когда инфляция превратилась в большую непроходящую политическую проблему, администрация Байдена начала утверждать, что увеличение расходов поможет снизить инфляцию, надо еще больше потратить. Опять же, важно помнить, что байдономика не имеет никакого экономического смысла. Только после того, как инфляция стала политическим вопросом, демократы переименовали восстановить лучше, чем было, в закон о снижении инфляции. То есть, Build Back Better, да, помнишь, как это было? Помните, как это было? Преобразовалось в закон о снижении инфляции. Он по-прежнему содержал все исторические расходы, корпоративное благосостояние, фиксирование цен, повышение налогов, но, что более важно, он также не имел абсолютно никакого отношения к снижению инфляции. Все, что угодно, кроме этого. И не будем забывать, чтобы байдономика также помогла установить самые высокие цены на газ в истории Соединенных Штатов. Президент подписал указ о приостановке государственной аренды государственных земель и о закрытии трубопровода Кейсон-Эксель и блокировании бурения в Мексиканском заливе из-за выдуманных надуманных внешних факторов в социальной стоимости углерода, среди прочих ограничений. Несмотря на неопределенность постпандемической экономики, все это было сделано в первой неделе его правления. И это не говоря уже о сотнях миллиардов, вложенных байдономикой государственных денег. Это на самом деле устойчивый эфемизм для того, чтобы тратить деньги, которых у нас нет, это долговые деньги, на проекты социальной инженерии, которые заставят вас отказаться от современности во имя климатической справедливости будущего. Этот тип расходов был основан на ошибочной моральной прерогативе, а не на каком-либо благоразумном принятии экономических решений, если сказать больше. Один из авторов New Yorker недавно задал вопрос, почему Джо Байден не получает большого признания за большое падение инфляции, а большего признания. Вероятно, потому что нет политики байдономики, которая могла бы снизить инфляцию. Наоборот, мы все еще пытаемся оправиться от экономической политики Байдена. Эта ФРС была вынуждена поднять процентные ставки до уровня невиданного за последние 30 лет, чтобы затормозить экономический рост отчасти из-за вызванной государственной инфляции от огромного количества денег, влитой Байденом в экономику. Именно ФРС, а не Байден сбил инфляцию. Президенты, которые наблюдают за сильной экономикой, часто извлекая выгоды из удачи истории или существующей политики, увидят, что меньше рабочих мест создается во время их полномочий, потому что пространство для роста ограничено. Байдену дали больше экономического запаса, чем любому другому президенту в истории. И он его весь испортил. Это настоящее бедствие и настоящее наследие Байденовик. Вот так вот. Поэтому нефть это только часть процесса всего того, что происходит. Это часть вот этого падения всего того, что за последние годы произошло со страной. И чем быстрее эта катастрофа закончится, политики Байдена всего лучше будет для Америки и для американского народа. Так что вот так, господа. Продолжение следует... Продолжение следует...